всем привет с вами мила и мы продолжаем skyrim продолжаем skyrim тут опять какой-то домик да и у моего домик я вам вижу который можно открыть еще один очередной жим уже один открыли еще один что ли а как я его так не заметила уже один открыли где-то здесь он был или это тот же дом нет вроде бы другой и мы вышли с другой какой-то стороны это вроде нет та же сторона хочу за лаги то ли skyrim лагает прикиньте у меня слишком мощная видеокарта для этого для этой игры это какой-то другой домик и жена алхимика и он вижу да тут цветочки но я это все брать не буду это не особо нужно огненная соль это можно взять несу это возможно редко не вникал химика приехать сюда было вести идеи местная флора обладает множеством полезных свойств которые я могу применить для своих новых настоек плодородной почве черенки которые мне удалось собрать дали корни отлично растут и плодоносит сегодня после обеда планирую отправиться за грибами поскольку мои запасы начинает истощаться и пару слов о ничном я решил принести лабораторию на открытый воздух после обеденной свежесть благотворно влияет на мое самочувствие располагает к работе это такие места тут либо квесты берутся либо просто какая-то история типа аптеками а к вот куда он сам делся непонятно посвяти ко мне мы не будем у него ничего брать принципе почитаем если только если книжку какую можно эликсирует морозная соль может быть он ушел куда-то и все и вернулся такой бывает что добру пропадать возьмем такой домик ладно а куда мы собирались вот по этому квесту руины светились снежная завеса где скрывается карли вместе с мерсером отыщем ее там стим за убийство галлу встретить с мерсером фрейма снежной завесы пойдем на что-то за квест надо делать делать квесты потихонечку чтобы они заканчивались вот и ты наконец хорошо я осмотрел развалины и уверен что карли а я карли нет но я нашел ее лошадь не волнуйся об этом я позаботился на ней она не сбежит давай двигаться я хочу поймать ее внутри пока она ничего не подозревает веди прости мне казалось что я тут главный ты ведешь а я иду за тобой что непонятно только смотри в оба карлия коварно как дюжина даэдра не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том что мы идем 25 лет назад я стоял перед этими самыми руинами галл назначил мне здесь встречу но не сказал зачем звал когда я прибыл галл вышел из тени прежде чем он сказал хоть слово его горло пронзила стрела я не успел даже выхватить клинок а вторая стрела уже торчала из моей груди карлия меткий стрелок и ее лучшим оружием было неожиданно мне повезло стрела прошла в дюйме от сердца пошатываясь я побежал прочь но тут все поплыло у меня перед глазами в тот момент я понял что эта тварь отравила стрелы прежде чем потерять сознание я увидел как карлия сбросила тело в разлом наверху бесславный конец славного человека по сей день жалею что дал ей уйти лучше б я погиб пытаясь отомстить за галла он того стоил в гильдии начался хаос некоторые попытались занять место галла на посту главы гильдии все они сразу обросли сторонниками и крысиная нора превратилась в кровавую баню я видел что стало с галлом я хотел использовать ресурсы гильдии чтобы найти карлию но остальным было плевать что его убили по счастью я был настойчив и другие группировки либо были убиты либо покинули скай рим внутренние разборки длились месяцами за это время она успела спрятаться и хорошенько замести следы я потратил тысячи сеттимов и потянул за все ниточки но она будто в воздухе растворилась как я уже говорил она была лучшей из лучших она была упряма как упрямы только данная все хотела делать по-своему но она была лучшей из лучших приносила в месяц больше золота чем другие за год галл ей чересчур доверял и подпустил слишком близко можно и так сказать да я лично думаю что она втиралась к нему в доверие чтобы убить галл называл ее своим маленьким соловьем душевным нечая кто знает что толкнула ее на такое предательство но я выясню это прежде чем она испустит это я могу сказать наверняка у меня давняя договоренность с темным братом если мне нужно разобраться с кем-то в гильдии мы делаем это сами они понимают что ни к чему выносить ссор из дома окей поехали пошли а где вход то вход был там да что-то я его проморгала где понятно а вот разглядишь тут нифига непонятно я же завеска таком бы нужен ключ так у меня ключа нет услышь чувак у меня ключа нет как мы зайдем то замок невозможно взломать вам нужен ключ здрасте приехали а ключ там нигде взять не только не говорю что его потеряла для настоящего вора тут как бы закрыта интересно проникнуть светилища снежной завесы как я проникну тут закрыта может где-то ключ есть типа в бочке давай подсказывай как сюда проникнуть давай помогай все совсем да ну да почему про эти замки рассказывают столько не были все что нужно умение плюс крупица знаний вот и все открыл не открывается чувак а а а я и говорю что как бы окей найти карли карлию карли пахнет смерть будь на чеку где на чеку мы все возьмем ой драугры здесь понятно драугры да вообще что-то вообще что-то как-то упали быстро как-то быстро упали ладно так а здесь что-то это это можно открыть хитро интересно как она могла протянуть руку через эту решетку чтобы активе чтобы эту цепь потянуть мне кажется это слишком сложно потяни цепь и берегись шипов похоже карлия заново настроила потяни цепь ща подожди ща все потянем какую цепь вот эту а ясно эти ловушки да кстати опасны так ты встанешь я знаю что-то у него интерес а он высасывает жизнь него что-то у тебя за меч такой интересный высасывающий же хотя я тоже на любой меч так могла такое присобачить такое зачарование чтобы она типа хп похищала и этот меч нормально бьет вернее он бьет не сильно но он станет соответственно любой противник мне не страшно даже самый большой даже дракон мне даже дракон не страшен этим мечом ведь постоянно типа долго бить ногу мы люди не гордые мы побьем давай ты меня пропустишь чувак чего ты тут стал стойку пусти меня а у капканы тут долбаные а ты мне говоришь что теперь а и чё за лаги ну дерись сам тогда я это а я пособираю это был крик между парень тоже какой-то крик активировала Да что ж так лагает-то? Или это вот это вот Anniversary Edition? Это в нём такие лаги? Из-за чего? Из-за каких-то улучшений? Из-за каких-то дополнений? Так, куда мы идём-то хоть? Вроде идём куда-то Блин, зачем я остальной шлем взяла? Ну ладно Ой, что-то тут этих драугров Да хрена и больше Что-то прям слишком много Так А здесь типа закрыто А нет, не закрыто Да эти цепи, они такие тут Заметные на самом деле Порой бывают Да откуда вы берётесь? Поярче, а то что-то темновато здесь В подземельях Ой-ой-ой Кто там буянит? Так монеток мало Прям совсем мало Так, ну это просто комнатка, да Которая я могла зайти Вот там такое происходит Куда мне дальше? А где мои друзья-товарищи? А где, кстати, моя подруга? Она что-то Здрасте Она что-то там осталась, что ли? Я не поняла Блин, а будет, если я её потеряю? Ну хотя у меня есть теперь Как его? Волшебная, если что Волшебная Волшебная штучка Которая на букву Ё вводится Как она там называется? Консоль Консоль Код, код консольный, короче Который можно ввести И всё будет окей Так, подожди-ка Мне вперёд Да? Потому что раз он пошёл со мной Значит она осталась Скорее всего, так Так, подожди Мне куда? Да он пропустит меня Да, значит Да прям вообще Да ладно Я уже, наверное, зацепила Здорово Я тоже умею вот так делать, смотри Не знаю, что это за крик, но Он что-то делает Что-то вас тут много, ребята Ну-ка вы поаккуратнее Ещё каких-то ледяных атронахов призывают Вы балдели, что ли? Ай! Прекращай Кошки какие-то, крысы Хрен пойми Да что за лаги-то Серьёзная игра Да чё у вас тут много-то так Прекращается Тоже кричать умею Думаете, не умею, что ли? Не Куда побежал-то, э? Да блинский блин, атронахи Достали Ай, пошла я Похились, короче Стой Полови битва Оказана По идее Можно уже ничего не собирать Как бы Деньги есть Всё Чё, как бы Есть Забирать Это уже Хомяк во мне Хомяк во мне Живёт И он И он Требует Требует Так, значит Мне куда получается? Назад Вперёд туда Что? Куда мы пришли-то? Потерялась А, да Мне сюда Слушайте, длиннющие Подземелья Нет, что-то ФПС Проседает Это как-то Странно Взять модель Корабля Чем? Хе-хе Зачем Она мне? Так Это что? Да Чем? Да, что-ли? Ты не поняла Я немного запуталась Честно говоря А, не лагай ты так Игра Не было такого Пока я вот этот Аниверсари Эдишн Какое длинное Подземелье Серьезно Ой, а можно С ними не драться Это в ломбах С ними драться Ты дерись, короче А я с этим Так, что-то у меня вообще Не то стоит На единичке На единичке Что-то у меня вообще Не то стоит У меня на единичке Огонь А может быть Огненного тронаха На единичку поставить Что-то не то А че вас так много-то Э-э-э, ребята, а где мой помощник-то? Помогай, давай. Это не огненный отранат. А, нет, огненный. Пусть помогает, а то что? Что-то быстро как-то. Ой-ой-ой. Быстро отранах пропал куда-то. А где помощник мой? Его грохнули, что ли? А, нет. А что ты стоишь-то? Давай, помогай мне. Вот такая толпа, а ты стоишь что-то. Мечтаешь. Непонятно о чем. Все? Разобрались? Ладно. Опять, да ты издеваешься. Так, кто ж так прячется? Ну, так себе этот отранах что-то не особо помогает. Либо эти чуваки настолько плотные, что им вообще все пофиг. Все пофиг. Сапоги мне не надо. Какая-то у меня цепная молния, что ли? Да, вообще что-то как-то. Вообще что-то как-то. Отличное место для засадок. Будно готовить. Что ж подстрять? Так, ладно. Пока мой отранах там сражается. Не очень удобное место для драки так-то, если что. А меня ты за что бьешь? Э, меня мой же отранах бьет. Ты что, обалдел что ли? Отронах-то охреневший, что ли? Я не поняла. Ай-яй-яй. Мой же отранах меня бил. Ну, это шикарно вообще, конечно. Драконий жарец. Что ты побежал? Э, что он побежал? Стой, псина. Струсил и побежал. Ха, ну даёт. Ты ещё с ним возишься? Что-то долго ты с ним возишься. Нет, я, пожалуй, её отрана... Ну, хотя отрана... Конечно, я отрана... Давай, бей его. Убьёт уродни плохо. Просто у неё... Слишком долгие эти... Замахи. Долгие замахи. Так. Чё, куда нам дальше? Сюда? Где куда? Да. Так, опять загадки. Ой. А где отгадка? А отгадка где? Ой. Так у меня есть какой-то кокосик. Нам придётся исхитряться. Ну, давай, исхитрись. Ни фига ты крутой чувак вообще. Всё сам открывает. Красавчик вообще. Поехали. Ой. А чё случилось? Или надо было сохраниться? Или нет? Или так должно было быть? Ааа. Так должно было быть. Понятно. Это нас траванули чем-то. Продумаешь, что твоя стрела быстрее моего клинка? Дай мне только повод. Ты умная девочка, корлика. Покупка поместья златоцветного и вложениями парню Хонинга впечатляющая задумка. Чтобы разгромить врага, сначала изведи его союзников. Это первый урок, который преподал нам Гал. Ты всегда быстро училась. Достаточно быстро. Иначе Гал был бы жив. У Гал было богатство и у него была ты. Всё, что от него требовалось, смотреть в другую сторону. Ты забыл клятву Соловья? Ты думал, что он просто закроет глаза на твои методы? Бать, бессмысленные болтовни. Ну же, корлия! Тебе пора навстречу с Галом! А можно я помогу? Я не дура, Мерсер. Драться с тобой на мечах значит подписать тебе смертный приговор. Но обещай, наша следующая встреча будет для тебя последней. А, она невидимка стала. Как интересно. Похоже, история с Галом повторяется. Корлия подарила мне способ избавиться от тебя. А эта древняя гробница станет твоей могилой. Знаешь, что забавляет меня больше всего? Что всё это стало возможно только благодаря тебе. Ах ты пёс! Я передам Бринюльку привет от тебя. Охренел? А можно я его шабану? Ты... Ты чё? Ээээ! А я ничё не могла сделать. Чё за приколы? Чё я уже всё там? Там где-то. А, она нас спасла? Нифига себе. Неожиданно. Сначала я хотела выстрелить в Мерсера, но никак не могла прицелиться. А вон моя чувиха, кстати, вампирша. Прибежала. А, так это он, урод. Ну, понятно. Я не из прихоти выбрала именно Светилище Снежной Завесы, чтобы заманить Мерсера. Прежде чем вы пришли, я нашла и забрала дневник Галла. Думаю, в нем содержатся нужные нам сведения. Если бы я только знала. Дневник написан на языке, которого я никогда раньше не видела. Ну, конечно же. Энтил. Друг Галла из Винтерхолдской коллегии. Это единственный непосвященный, который знал, что Гал — Соловей. Гал сам сказал ему. Соловей? Северное сияние, кстати, вам далеки. Так, разговор с Тишиной вы... Ага, выполнено. Он был одаренным ученым, великим вором и прирожденным лидером. Все уважали его и слушались беспрекословно. Это Гал привел меня к Соловьян и отточил мое мастерство до остроты бритвы. Я ему всем обязана. Мы были очень близки. Гал как-то сказал, что со мной он может забыть о тревогах. Я не могу избавиться от мысли, что это я виновата в том, что произошло. Боюсь, Митт. Нужно многое подготовить и нужно придать останки Галла земле. К тому времени, как Энтил переведет текст, я надеюсь уже прибыть в Винтерхолд. Мерсер солгал в гильдии, заклейнил меня убийцей и использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. 25 лет я пряталась, никогда не спала дважды в одном месте и тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах, и за ним начнет охотиться гильдия. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Окей. Окей. Значит, что там у нас? Трудные ответы. Ну пошли, пока время есть, будем. Пойдем по квесту. По этому квесту. Это очередная ветка. Да, да. В чем дело? Хорошо, что это измогу я тебе ищу. Не прохли я? Значит, она все-таки его нашла. Дневник Гала у тебя с собой? Проблема? Дай-ка взглянуть. Это так похоже на Гала. Воистину горе от ума. Он написал весь текст на палмерском языке. Нет, но я знаю того, кто сможет. Колсельма, придворный маг Ярла в Маркарте, может обладать материалами, необходимыми для перевода этого дневника. Что это за лаки? Я предупреждаю. Колсельма яростно оберегает свои исследования от посторонних. Добиться от него помощи будет нелегко. В незапамятные времена до людей их называли снежными эльфами. Они жили на свету, и у них было процветающее общество. Как альфмеры? Да, я бы сказал, что их культура могла соперничать с альферской. Телефон надо зарядить. Первую эру норды пошли войной на палмера. Убивали их тысячами, чтобы изгнать их со снежной родины. Палмеры ушли под землю и заключили вынужденный союз с двемерами, которые их в конце концов предали. Это предательство и сделало их такими ужасными слепыми чудищами, которые ненавидят все живое, кроме своих сородичей. Да, пожалуй, так и есть. Прости меня. Немало моих друзей погибло от рук фалмеров, и потому я необъективен. Если хочешь узнать о них больше, можешь прочесть мою работу на эту тему. Она у меня на столе. Он был моим добрым другом и удивительно одаренным ученым. Я был потрясен, когда его убили. Полагаю, такой риск всегда был связан с его родом занятий. Но я никогда не верил, что удача ему изменит. Ну, ради риска, конечно. Он как-то заметил, что куда с большим удовольствием залезет ко мне через окно, чем будет карпеть над манускриптом. Риск был его стихий. О, это довольно забавная история. Я поймал его, когда он пытался проникнуть в мою лабораторию. Я уже собирался научить его уму-разуму, когда он отпустил потрясающее деловое замечание по поводу моих рабочих заметок. Я был поражен, и у нас завязался разговор. Кто бы мог подумать, что это приведет к такой крепкой группе. Кроме того факта, что лишь горстка людей во всем Томриэле вообще поймет, что это за язык. Я почти уверен, что он собирался устроить какое-то дельце, которое требовало глубокого знания фалмерского языка. Так, ладно, мелко у меня тут трепухает, трепушит, блин, не дает записать серию. Так, поехали дальше. Каменная крепость. В чем дело? Так, где она? Послушай, я очень тебя не обманули. Как раз сейчас я близок к завершению огромного произведения на эту тему. Это труд всей моей жизни. Я назвал его «Наставление Калцельмо Фалмерсона Речи». Моя работа станет прорывом понимания этих древних существ. Абсурд. На это исследование ушли годы тяжелого труда в самых опасных двемерских руинах в Скайриме. Я еще не выжил из ума, чтобы показывать его кому-то до того, как закончил. Я уже дал тебе ключ к двери в музей. Считай, это редкой удачей. Немногим позволено любоваться моей коллекцией. Прости, но на большее можешь даже не рассчитывать. Вот ты зараза. Зачем доступ в музей к консильву? Мы же получили доступ, да? Вот же вредина. А тебе книгу Калцельмо о фалмерском языке? Давай искать. Блин, а здесь ключ нужен. А где мне его искать, этот ключ? Как он выглядит? Вот же, блин. Кого-то украсть? А, мне сюда нельзя? В смысле? В смысле мне сюда нельзя? Мне же разрешили. А где мне ключ-то взять? Серьезно. Может, он где-то здесь лежит? А как мне понять, где он лежит? Вопрос интересный. Ну, либо он не лежит, либо надо у кого-то убить и забрать ключ. Может, вот этих надо убить? Не хотелось бы, конечно, заниматься. Че? Нет? Так, где же мне ключ-то взять? Вариант только один. Убить охранников и... Убить охранника, либо... Убить охранника, либо... О, у него есть ключ. Ну, я надеюсь, все на меня не сагрятся, что я одного убила. Очень на это надеюсь. Так, я же ключ взяла? Да не тот ключ, что ли? В смысле, не тот? А какой мне нужен ключ? В смысле, не тот? Как это не тот, когда тот? Ворота. А какой тогда мне ключ нужен? Ну, вы че нахрен? Издеваетесь? Я всех убила, еще и ключ не получила. Прикол такой? Класс. Классно. Ну, давай всех убивать. А-а-а! Ну, классно! Че бы нет, да. Да. О, прошу прощения, Таша. В этот раз мы так и будем отвернете. Но влияние ярло тоже не безграничное. Будь аккуратнее. Мне ключик нужен, ребят. У вас есть ключик? Ну, ешкинг там, кот, а. Где мне ключ-то взять? Алло. От этих ворот. Здесь ничего такого нет. Я целых два ключа взяла, и оба не те? Классно. Че бы и нет. Я тогда хозу. Может, в обход как-то надо? Давай я в пять нажму. Пожалуйста. У него только от музея. Может, где-то реально в обход надо идти? Как думаешь? Что это такое? Кто-нибудь есть? Куда? А ты еще за помощь? Да ешь, моя ешь! Вы прикалываете, где мне ключ-то взять? Я не буду вас трогать, ребята. У вас все равно нужного мне ключа нет. Это хрень какая-то, на самом деле. Ой, а че вас так много тут? Я со всеми-то не справлюсь. Наверное. Я взяла целых два ключа, и оба не те. Ну как так? Это как-то не честно. Всех стражников нахрен перебила, а толку никакого. У них только от лаборатории получается. И все. От лаборатории только ключи. Странно. Странная хрень какая-то. Где я вообще нахожусь? Так. Подожди. А, так я открыла, что ли, ворота? Или че? Не поняла я. Ты кто? Тить колотит. Ты кто такой? Да двигайся ты, е-мое. Тут, скорее всего, как-то в обход можно было обойти. Либо вот этот вентиль открывает эти ворота. Вариант. Что этот вентиль делает? Иди, видите, колотит. Ты будешь знать. Тут же скач. Ой-ой-ой. А, во. Ну да, видите, тут надо было. Надо было в обход идти, видите. Че так муторно-то? Че так муторно-то? Че так сложно? Мне типа сюда нельзя, да, получается? Здесь кто? Получается, у меня надо было, по идее, потихо все это идти. Потом включить вот эту ловушку. А я здесь не запрыгну, еще скажем, да? Здрасте, приехай. Ой, е-мое. Теперь еще думать, как туда залезть. Блин, ты издеваешься. Так. Как-то, как-то вот эта фигня, наверное, как-то выдвигает. А, нет. Ну да. Зачем было париться? У вас нет при этом уже для того, чтобы сделать копию этой надписи. Ты че издеваешься? Найти книгу, кольце, скопировать надпись. Да, ну в смысле. Так я сделала или не сделала? Скопировать надпись на камне. То есть мне нужна какая-то книга, что ли, или что? В смысле скопировать? У вас нет при этом нужды для того, чтобы сделать копию. А-а-а-а... Что для этого нужно? Книжка какая-то? Что? Наверное... Наверное, рулон бумаги. Возможно. В смысле? А что тогда? Рулон бумаги не подойдет, чтобы скопировать? Вон же куча рулонов бумаги. Алло. Нет? А что тогда? Вот рулон бумаги. Или какая-то книга нужна? Вон книжка какая-то лежит. Могу книжку взять. Какие еще варианты? Уголь может нужен? Ну, скорее всего, уголь и бумага. Ну да, ну да. Так, окей. Теперь на выход. Ой, едить-колотить. Вернуться к антиру. Это будет сложно. Наверное, мне тогда, да. Да, вам показалось. Ладно, побежали. Как теперь обратно вернуться? Теперь надо как-то обратно вернуться и не попасться всем этим стражникам. Как это здесь? А можно просто здесь где-то спрыгнуть? Помереть, главное. Нет? Не канает такое? Так, надо F5, во-первых, нажать. На всякие пожарные-то, мало ли. Можно срезать? Ну, пожалуйста. Я хочу срезать. Я не хочу идти тем же путем. Ну, ты издеваешься. Так, где мой? Не то. Куда ты меня ведешь? Куда он меня ведет? А, ты меня прям вот так ведешь. А, так здесь вот так можно было, да? Ой, что за лаги? Нет, это, походу, все-таки из-за того, из-за вот этого нового варианта игры. Вот это, это Anniversary Edition, блин, не надо было его вообще покупать. Ой-ой-ой. Живая хоть? Нормально, живая. Ха-ха. Нормально, живая. Все нормально. Живем. Живем, хлеб жуем. Дальше куда? Надеюсь, стражники ничего не сделают мне. Что я там что-то наворовала, какого-то рулона бумаги. В смысле? Поняла. Вернуться к контиру, а я что? А, мне в Винтерхольд же надо, е-мое. Хорошо, что эта история с Мэйленом наконец закончилась. Дело? Я еще... А, он внизу. Что это он в подвале? Еще что-то нужно? Я полагаю, будет невежливо интересоваться, как тебе удалось это заполучить. Так что я промолчу. Хм. Копирка? Странно. Не ожидал увидеть записи. Я понимаю. А теперь дай-ка я на него взгляну. Дай его мне, пожалуйста. Блин, по идее, заканчивать надо уже. Ну, сейчас он посмотрит, скажет, чего, кого. Оказывается, у Галла много месяцев были подозрения насчет преданности Мерцера Фрея к делу Гильды. Галл узнал, что тот ведет чересчур роскошную жизнь с непомерными тратами золота на личные удовольствия. В дневнике говорится, откуда золото бралось. Да. Галл, похоже, был уверен, что Мерцер тайно брал предства из казны Гильды. Ещё что-нибудь, Антир? Что-нибудь о... соловьях? Хм. Да, вот оно. Последние несколько страниц, похоже, посвящены провалу соловьёв. Но он не вдаётся в детали. Галл также неоднократно упоминает, что, по его мнению, Мерцер осквернил некую сумеречную гробницу. Да хранят на стене. Значит, это правда. Я не знаю, что такое сумеречная гробница. Что это? Что натворил Мерцер Фрейн? Прости, Антир. Я не могу сказать. Самое важное сейчас доставить твой перевод в гильдию. И немедленно. Прощай, Антир. Слова не могут выразить. Всё хорошо, Карлина. Не нужно слов. Нет, не то. Ой, милкая, милкая. Так. Послушай, я хочу только, чтобы гильдия узнала правду. Они уважали Карлию, и она заслуживает большего. Окей. Делай, что можешь, и я буду считать это лично. Да, мы всё это сделаем. Но это будет уже в следующей серии. Потому что сейчас уже надо заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. И всем пока-пока. Продолжение следует.